Включаю. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня проводим уникальную встречу. У нас в гостях Минвидас Латаускас, ведущий менеджер по развитию продуктов компании Simformer. Это редкий случай, когда в онлайн обучении присутствует мастер, да еще и за рубежа. Это не важно, что этот рубеж возник из-за того, что не стал СССР. Он прекрасно говорит по-русски, хотя иногда говорит, я забыл, я что-то не умею. Нет, он прекрасно понимает, не только русский, много других языков он знает. И мы видим на экране сегодня интереснейшую тему. У кого-то пропал звук. Меня слышно, коллеги? Вот я слышу Минвидаса. У кого пропал звук? Если нас слышно, так вот, нас слышно. И тема очень необычная. Часто мы говорим о том, как обучать, какие презентации, как делать, ну такие вот побочные вопросы. Сегодня у нас непосредственно учебный элемент, связанный даже не столько с обучением, сколько с практикой. Причем именно для экономистов. Вот я сегодня разговаривал с коллегой из Москвы по вопросам проведения бизнес, точнее симуляции, практик для инженеров. Та же самая проблема, но экономистов еще хуже. Мы сегодня узнаем почему от нашего спикера. Я хочу сразу обратить внимание, что у нас не просто будет общий разговор, у нас в конце будет для вас предложение. Очень интересное предложение. На ваше усмотрение, конечно, добровольное. Пожалуйста, готовьте вопросы. Это очень интересно. И хочу сразу сказать, что у нас в пятницу, 15 числа, послезавтра будет еще один семинар, вебинар по геймификации. Вот здесь мы приготовили уже учебное пособие. Почему я об этом говорю? Потому что Минвидос как раз является сторонником геймификации. И у нас так получается все связано. Это очень интересно. И я с удовольствием. Так, отвечу вопрос по организации. Общие вопросы пишем в общий чат. Частные во вкладочку, вопросы туда частные. Пусть вопросы будут общие, видны для общей нашей публики, для всех. Итак, добрый день, Минвидос. Связь отлажена. Я передаю вам слово. И буду периодически вас еще спрашивать, если вы не против, по ходу вашего доклада. Да, хорошо. У нас уже там по плану есть вопросы. Так что, да. Добрый день всем. Очень приятно. Вообще, участвую в таком мероприятии. В мероприятии, скажем так, только величины. Я еще раз скажу, что по-моему, мой русский кривой. Так что, если я какие-то слова забуду, то есть, наверное, я просто спрошу. Мало что, где, как и так далее. Потому что я чаще, скажем так, использую английский в своей работе на данный момент. Коллегу спрошу, попрошу побыть чуть-чуть потише. Итак, да. Сегодня у нас тема вот такого, скажем так, использования элемент, игровых в процессе обучения, либо, как это называется, геймификация. Геймификация, она используется очень обширно, потому что, как и для студентов, так и в компаниях внутри, само обучение, либо именно сам-сам процесс геймификации, он на данный момент очень популярный из-за возможностей технологических, скажем так. Ну вот, может, тогда сразу и перейдем. Просто для тех, кто уже читал то, что Юрий писал про Simformer, скажем так, как, скажем так, как выглядит сам Simformer, это у нас такая платформа, именно сделана для того, чтобы была бы возможность... Да? Да, Юрий. А вот я сейчас вас точно не слышу тоже. Я вас точно тоже не слышу. Я у себя специально выключал микрофон. Коллеги, все нас слышали? А, окей. Андрей, слышно нас? Звуки есть. Продолжаем. Это, наверное, проблема только у Георгия, моего друга. Окей. Да. Окей. Так, то есть, что это такое Simformer? Симформер, эта идея была принципиально такая, скажем так, сама идея была использовать пространство симуляционного, скажем так, симуляционное пространство для того, чтобы было можно обучаться и тренироваться бизнесу, менеджменту бизнеса, анализы данных. Ну, конечно же, экономическое дело тоже, оно, для экономистов, оно стоит рядом. То есть, мы говорим про не просто симуляцию какую-то, не просто какой-то сюжет, а про пространство. То есть, здесь 35 стран, больше, чем 200 разных продуктов, тут куча отраслей, то есть, весь environment, так можно сказать, то есть, само-само-само пространство, где реальные люди могут торговать между собой, и мы говорим про виртуальную экономику, которая стоит именно на людских решениях, именно то, что очень трудно симулировать. То есть, здесь у нас есть именно решение такое. И сама цель симформера, как платформы, с помощью инструментов разработчика разработать разные шаблоны, разные сценарии, которые их можно использовать, скажем так, для конкретного курса, либо, скажем так, задачи. И курс экономики один из них. И, конечно же, здесь просто показываем, что у нас есть напрямую связка с системой управления знанием, либо LMS, для того, чтобы можно было подогнать именно под теорию практические навыки, которые можно разрабатывать в самой симуляции. Вот, то есть, ну, такая вот принципиальная идея работы вот именно этой системы, и для того она и была создана. И, скажем так, про саму симуляцию, может, чуть позже более детально. Просто, наверное, тут самый главный вопрос сейчас. Почему? Ну, зачем? Да, тут у нас, сколько помню, у нас тут вопрос был первый. Юрий, вы уж не дайте собрать, у нас был. Почему? То есть, на данный момент у нас спрос. Есть именно, скажем так, вообще, в мировой практике есть спрос по практике как таковой в процессе изучения. Да, спасибо. Вот. За последние пару лет я вообще приходилось и в Америке быть, и в Вене. Ну, тут много чего было, и с разными коллегами работать, и рассказывать про гиммификацию и здесь, в Литве, и для разных преподавателей. Я нашел отчет, то есть McKinsey & Partners, я думаю, все более-менее знают. Это называется «Голос выпускников», если напрямую перевод, и это как выйдет в год 2013 из США. Речь идет о 4900 студентах, которые участвовали в опросе, и здесь мы говорим о колледжах. То есть, это как бы высшее образование, но еще не университетское, то есть, когда мы не переходим уже к степеням. И это та часть, которая приготавливает людей к конкретной работе. То есть, здесь это «practice-based», да, то есть мы говорим про обучение, которое как бы дает самые лучшие навыки именно идти и работать, а не то, что как бы университет, потому что там более теоретическое, скажем так, знание. И вот у нас такая вот ситуация, и что увидим? Мы увидим, что реально overqualified, я думаю, это у нас... Так, секундочку, чуть-чуть обратно. Да, то есть, реально, что мы видим, что на данный момент у нас ситуация следующая. То есть, просто, к сожалению, на данный момент так же в Америке, как, наверное, я думаю, как у нас в Литве, как в Европе и, наверное, в России тоже самое. Проблема в том, что очень небольшой процент, то есть, ну, где-то половина, реально получает работу по... Вообще, в работе нужен диплом, и, скажем так, у экономистов либо бизнес-менеджеров этот процент чуть-чуть выше, но фактически это, опять же, вопрос, сколько они... То есть, понимают ли студенты, для чего они получают некое знание, и умеют ли они потом это знание использовать. На данный момент, кажется, в Америке, ну, там как бы они говорят, что у них обучение одно из самых лучших в мире, но на данный момент почти все, несмотря на какое, на что обучают колледж, все говорят про то же самое. Количественное рассуждение – это самое слабое место. А для экономистов, как и для управления бизнесом, это самый главный вопрос, потому что мы говорим про анализ данных, и принятие решения, либо вообще, то есть, ну, анализ данных как-то, это, скажем так, этот навык, он просто смертельно нужен. Без него это будет очень трудно. Потому что мы тогда вернемся к понятию экономики перед Паретто, когда еще экономика была магия, то есть, как бы, да, то есть, там, колдовали звезд, а после Паретто уже началась экономическая, скажем так, анализ статистических данных. Вот. И дальнейшая часть, наверное, вот у нас самый-самый чувствительный вопрос, что реально работу получают после того, как они получают... Почему? Ну, скажем так, давайте я закончу, тогда, да, приду, почему, то есть, в чем проблема. Проблема. Нюанс следующий. Можно, да, перезагрузить тот факт, что и там, как и у нас, очень много людей не получают работу по образованию. То есть, это проблема глобальная, она не только у нас, она и там. То есть, она везде. Я тоже приходилось работать с преподавателями из Польши, проводили игру, они рассказали то же самое. То есть, у нас был потом день именно на такой конференцию, дискуссию именно о ситуации, как все делают. Это реально, это та же ситуация у них, там, в Польше. То же самое в Чехии. Я вчера общался с коллегой, очень долго обсуждали такие же вопросы. И вот действительно, профессор, доцент, такой важный, пришел, прочитал, рассказал и ушел. А практики у студентов тоже нет. Тоже проблема. Ну и в России, наверное, мы сейчас посоветуемся с коллегами, они, может, тоже добавят от себя. Спасибо, продолжаем. Отдельный нюанс, который потом в процессе выявляется, что очень, то есть, половина студентов после закончания своего вуза, реально они чувствуют, что они пошли не туда. То есть, значит, есть, думаю, что проблема тут не одна, тут проблема комплексная. Но, то есть, ну, комплексы, в общем, скажем так, комплекс проблем, да, то есть, тут много нюансов. Но факт такой, что... Да. Не-не, продолжайте, продолжайте. То есть, я думаю, что здесь вопрос был просто следующий, что для того, чтобы было больше понятно, что люди учатся и как это использовать в следующем, им нужна практика, то есть, понять, как конкретные вещи делаются в практике, то есть, как это все делается. Реально, если посмотрим на самую нижнюю часть, вот эта, скажем так, позитивная часть, как и сами авторы сказали, что 77% в сравнении с 59% чувствовали, что они более подготовлены, вообще подготовлены к работе, с которой они будут работать. То есть, они сравнились с тех студентов, у которых была практика, с теми студентами, у которых не было практики. Ну, вот у нас сравнение 77% и 59%. Конечно, если мы говорим про экономику и бизнес, ну, там нет ни одного учительа, бизнесмена, который дал бы студентам нормально применять решение в компании и так завести ее в банк-про. Это глупо. То есть, ну, это тогда натурально. Значит, практика, возможность увидеть бизнес и сделать анализ данных, анализ процессов, реально, она нужна очень и очень сильно. И, скажем так, когда же эта статистика как бы показывает, что это нужный элемент. Но гораздо сильнее вопрос, какое качество этого, ну, этой практики. Потому что давайте, ну, будем реалистами. Не в каждой компании будет человек, который угрохает свою неделю, либо день на того, чтобы студенту рассказать, как все здесь работает, что нужно делать, либо не нужно делать, чтобы у него, он бы понял. Потому что, а, ну, не каждый натуральный хороший учитель и не так просто будет объяснить, а, б, ну, времени у них нет. Так что, ну, то есть, это здесь, мы, здесь у нас очень трудно, потому что реально контроль, никто не проводит практику. Ну, на данный момент. Я думаю, что вы это знаете, наверное, даже лучше, чем я. Так что, ну, эта часть, она больная, то есть, скажем так, это больной вопрос для всех. Потому что я сам проходил практику. Ну, только какая там практика. Подписи набрал и пошел. Вот и вся практика моя была. Ну, хотя, с другой стороны, так, ну, вопрос этот, скажем так, очень актуальный, потому что много раз понимаешь, как все работает. И вот здесь у нас уже идет второй слайд, который... Еще следующий слайд, которым здесь мы идем к вопросу второму. Да, нет, 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 именно этот. Где мы идем к второму вопросу? Где у нас есть... Да, почему сегодняшняя практика не соответствует пожеланиям студентов? А вот здесь у нас есть... Я здесь хотел, скажем так, посмотреть с другого угла. Почему студенты несчастливы? Потому что у них нету конкурентабельности на рабочем рынке. Да, то есть рынке, ну, в лейбор-маркет, либо рынок работы. Да, потому что у нас вот здесь еще разные опросы. Их можно найти еще больше, если покопаться в интернете. Но это вот, это преподаватели, нет, не преподаватели, это работодатели. Они говорят о том, какое у них отношение к студентам, которые, ну, выпускникам бизнес-школ. Я выкопал тут и в США, и в Великобританию. То есть, ну, вот если по первой вы говорите, так там речь была о торгово-промышленной палате Великобритании. Тут 3 тысячи разных работодателей с среднего до большого уровня. То есть, ну, с мелких до больших. То есть, не менее 50% они смотрят на выпускников бизнес-школ негативно. Почему? Потому что они приходят, не готовы работать. Их нужно опять учить, обучать, с ними работать. То есть, на них нужно тратить деньги и время. В то время, как бы они, они бы пришли, начали работать. То есть, они не приносят денег. И они еще требуют дополнительных инвестиций. И только потом начинают себя купать. И то не всегда. Это проблема. Один из бизнес-журналов, они сделали в Великобритании опрос 127 самых крупных работодателей, которые, ну, скажем так, очень важны для Великобритании. Там же цифры две трети негативных ответов. То есть, ну, опять же, было очень негативно. Опять же, нехорошо. Потом и пошло... Я помню, это самый первый опрос, который я нашел в интернете. Он был именно бизнес-школы Ахалп. Они даже до конца не довели опрос. Потому что они говорили, это было интервью с каждым из этих бизнесменов, то есть работодателей. И реальная ситуация была такая, что они остановились после 100. То есть, 94-95 они опросили и остановились. Потому что они видели, что очень ясный был тренд, что, опять же, половина говорит, нет, я не хочу таких людей брать, потому что они не готовы. У них нет разработанных стадо-навыков, и с ними очень трудно. И, опять же, там потом было еще дополнительно, например, общественный колледж Сент-Луис. Опять же, 2000 работодателей. Опять же, 60% негативно. То есть, более чем половина работодателей, они не хотят брать таких студентов к себе работать. Почему? Потому что они не готовы. Они не то, чтобы не знают, как работать, либо не хотят. У них понимания самого бизнеса нет. Вопрос очень... Ну, то есть, здесь очень был хороший вопрос. Какой вывод делаем? А вывод простой. Мы обучаем бизнесу, но нету системного понимания бизнеса. Нету системного понимания бизнеса и системного понимания экономики. Потому что, чтобы это понять, нужно потрогать. То есть, я здесь всегда вспоминаю Конфуция. Конфуция говорил, да? То есть, я слышал, я забыл, я увидел, я вспомнил, я сделал, я понял. И здесь мы говорим о том же. Но здесь вопрос. Каким образом сперва делать понимание бизнеса, либо компании как таковой, а после этого, скажем так, перейти с микроэкономики на макроэкономику, чтобы понять, как это между собой работает, и каким образом, какой результат это генерирует. Потому что, ну, тоже приходилось даже говорить с одним из преподов, тоже из бывшего СССР, он говорил, знаете, у нас тоже самая проблема. Я думаю, что самая главная проблема в том, что люди вообще не понимают экономику как таковую. Они видят это как что-то там в книге, что-то там, когда это реально очень близко и очень-очень понятно. Это, ну, как говорят американцы, любят говорить, это не ракетное что-то, то есть супер-ультрафизика, либо что-то такое. Нет, это очень понятно. Но здесь вопрос, каким образом мы будем это показывать. И здесь у нас фактически, я бы сказал, очень простое решение. Я думаю, эту пирамиду знают все. Вот он вообще работал с обучением. Эдгард Дейлс, The Cone of Learning, то есть либо именно пирамида обучения, что реально для того, чтобы получить более много данных, либо вообще, то есть получить более высшую эффективность передачи знаний, нужно, чтобы человек не просто читал, либо смотрел аудио-видео, чтобы там демонстрации делал, но реально, чтобы именно он делал то, либо то, то есть practice doing, либо делал то, что он делал на работе, и здесь просто он, как в каком-то пространстве, он сделал это конкретно, это именно этот конкретный процесс. И тогда вопрос, здесь вылезает, конечно же, возможность это отрабатывать в симуляции, и здесь вылезает вопрос, каким образом сама симуляция сделана как такова. И реально можно сказать запросто, что уже давно уже говорится о том, что ни одна есть, у них даже не гипотеза, это реально ни одна студия сделана, то есть не изучение как бы, а сделано, где был сделан анализ именно людей, которые либо играют, либо работают в симуляции. Вообще, на данный момент уже можно сказать, что поставлен знак, как это, равенства, то есть математика, да, равенства между практикой в симуляционном, то есть в симуляторе, и в практике, полученной в реальность. А если, то есть у вас есть вопросы, очень просто. Вспомним симуляторы для пилотов. Как самолетов, так танков, так там куча всего. То есть реально это тоже самый нюанс. Кое-что нужно отбивать для вторжения. Да, автоматизма, либо для того, чтобы у человека было само понятие, как это все работает. Тоже очень хорошая, то есть очень популярная тема, это симуляции операций, медицинских операций. То есть опять же, опять же, опять же, опять же, то есть мы говорим о том, что есть возможность наработать навыки, вопрос специфики и настройки пространства симуляции. И поскольку у нас, скажем так, так, симуляция, она стоит на симуляции, симулирование бизнесовых правил либо законов. И она у нас построена именно для того, чтобы студенты могли в этом участвовать. И они сами становятся частью от экономики. А у них есть возможность увидеть, а, как работает бизнес, как легко можно сгореть. И с другой стороны, когда они растут, и бизнес делается больше и больше и больше, они начинают видеть, как они своими решениями влияют на общую экономику, где они играют все вместе. Ну, то здесь вот, вот это у нас, скажем так, здесь именно часть, самая главная часть пространства. Да, Юрий, у вас какой-то вопрос был? Нет, продолжайте. Все нормально, давайте. Хорошо. Дальше, дальше. У нас время. И да. Окей, понял. Вот. Конечно же, вопрос. Так, что там можно у нас делать? У нас конкретно, вот и здесь, скажем так, более принципиальная сфера, то есть сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, производство, розница, услуги. То есть, реально, у нашей симуляции мы можем заниматься почти всем. То есть, все, что вы используете для разных продуктов, чтобы их создать, то есть, начиная со сельского хозяйства и добыча полезных ископаемых, ну, у них тоже в том списке, до приготовления каких-то, скажем так, частично готовых заготовок и потом уже к самым финальному продукту, который используется для розницы и услуги. То есть, направо вы видите весь список разных вещей, номера в этих квадратиках, это у нас реально эти, как это, списки, то есть, количество разных бизнес-юнитов либо компаний, которые можно открыть. Минвидас, вот уже, вот как я предвидел, уже коллеги хотят посмотреть глазами поменьше воды. Давайте. Но сам перечень отраслей, коллеги, колоссально интересный. 25 отраслевых направлений, 170 с лишним типов предприятий, то есть, выбор для преподавателя и студента колоссальный. Дальше. Окей. Скажем дальше. Ну, грубо говоря. И 200 типов продуктов. Дальше. Да, да. Так, здесь был вопрос. Перед этим, что студенты могут сделать? Какие предметы, да, какие роли? Да, да, да. Какие роли? То есть, реально вы можете делать фокус изначально, как на CEO, либо на генеральный директор, либо можете делать фокус на CEO. Логисты, менеджеры, маркетологи, продажники, HR-овцы, закупщики. Самые разные должности и роли. Дальше. Ура. Так. Грубо говоря, это структура самой виртуальной экономики. То есть, принцип такой. У нас есть environment, у нас есть место, пространство, где-то можно делать. И принцип тот, что у нас все держится на решении участника продавать, создавать и продавать свою продукцию. именно в процессе обмена этими товарами появляется натуральная экономика. Только здесь виртуальный, скажем так, продукт. А сами решения, сама экономика вполне реальны. Здесь начинаются нюансы здесь. Здесь мы говорили про мысли. Я хочу поускорить. Каждый участник этой игры состязается своими действиями с другими. Они друг с другом связаны. Вот это самая главная пружина, которую мы должны увидеть. И о чем спрашивает Георгий. Дальше. Да. Еще один здесь важный нюанс, что другие симуляторы, которые можно найти, они стоят на алгоритме. То есть есть матемический, математический алгоритм, который можно поломать. То есть в каждом алгоритме есть черные дыры. Человек, который нашел эту дыру, все. Если эта информация вырывается про эту черную дыру, сам алгоритм, сама симуляция, она очень быстро теряет свою, скажем так, ценность. Здесь дыр просто нету, потому что это все стоит на реальных решениях. Я бы отметил, что аналогов я не нашел. Я искал заранее специально аналоги. В России, в Российской Академии Народного Хозяйства при президенте Ранхикс есть подобные, но там действительно можно эту дыру прощупать. Ты играешь сам с собой. Здесь непредсказуемые правила, потому что здесь играют живые люди. И вот эта конкуренция меня очень заинтересовала. Спасибо. Дальше. Ну вот, сейчас, поскольку тут функционал скриншорить не очень позволяет, так что мы сейчас просто наделали скриншотов. То есть, как уже Юрий говорил, да, у нас тут, как видите, у нас именно здесь рейтинг. То есть, есть группа такая, вот сейчас, мне кажется, в Анголии они сейчас играют, то есть, 96 студентов. То есть, у нас здесь можно выбирать дату за каждую неделю. То есть, один день здесь, в этой симуляции, один день, а это то же самое, что да, то есть, это то же самое, что можно найти, скажем так, один день, это одна неделя. это одна виртуальная неделя, и за каждый день за пересчет, то есть, раз в сутки приходит пересчет, мы получаем результат. То, что произошло. И тут система берет решение всех участников, не только этой группы, но всех, которые вообще в сервере, вообще в этом, именно в этом сервере. И получается очень, скажем так, у нас, у нас получается такой результат, что тут очень трудно пригодать. И сейчас, на данный момент, мы видим не только список студентов, мы видим их доходы за шаг, доходы сначала, тоже прибыль за шаг, прибыль сначала и активы. То есть, на данный момент, мы интегральный показатель, это он обсчитывает там 50% прибыли, 30% дохода сначала и 20% от актива. То есть, он берет все результаты и показывает. То есть, не то, чтобы только у вас доход, самая главная часть, нет. То есть, нужно получать еще и прибыль и правильно растить величину компании, используя активы. Да, здесь, то есть, даже видно, это деньги тренера, он, скажем так, не обязательно хорошо играет, но это разная информация, которую можно найти. И здесь у нас именно списки, то есть, вы видите пользователей, то есть, здесь на данный момент видно ID студентов и их компании, то есть, название компании. коллеги, посмотрите, вот это главная интрига всей игры, рейтинги. До этого, сейчас Мивидас расскажет, он, каждый студент, пользователь, преподаватель дал им права, он их видит. Они что-то делают, принимают решения, нанимают персонал, повышают квалификацию, выбирают поставщиков, занимаются ценообразованием и так далее, и так далее. В итоге, они получают самое главное, вот я, имя, фамилия есть, вот мои бюджеты есть, вот миллион долларов, это условные единицы, вот, за каждого прибыль, прирост, сначала, с последнего скачка меняется, все ради чего меня учили преподаватели, ориентируется на прибыль, и вот в этой прибыли есть смысл этого рейтинга, вот эта главная пружина, как я понял, я тоже играл, руководил Минвиде с другими коллегами, надеюсь, вы тоже поиграете, вот все, что говорилось и делалось до этого, является на то, чтобы нарастить прибыль, и мы здесь видим, причем здесь видно на русском языке, интерфейс на русском, хотя вот этот вот участник, вообще может быть откуда-то из Бразилии, из Испании, или еще откуда-то, вообще он не понимает, но он видит свой испанский язык, я вижу свой родной русский, и мы соревнуемся без переводчиков, вот это классная пружина, спасибо. Потому что здесь самый нюанс это главное то, что тут можно быть красивым, некрасивым, умным, неумным, здесь самая главная часть здесь быть, сделать правильные решения, данных, в этой системе очень много, которые просто, скажем так, можно найти, очень много данных, самое главное их делать, анализ, и тогда использовать эти данные при принятии решения, хотя опять же, здесь агрессивность очень важна, хотя желание найти какое-то решение, либо свой, скажем так, нишу, она тоже очень важна, и здесь сразу видно, кто, скажем так, у кого есть, у кого есть, этот вот, как это называется, по-русски, склонность, склонность, либо даже, то есть, именно способность конкретно с этим работать, то есть, если мы идем дальше, например, для анализа, посмотреть как, то есть, у нас вот это лидер, видите, то есть, этот студент, первого, именно этот студент, секундочку, это студент, которого мы видели, то есть, это его финансовые доходы, расходы, то, что мы можем про него увидеть, то есть, сколько он получает за неделю, то есть, опять же, это часть интерфейса, который может тоже видеть студент, то есть, делать анализ, ага, у меня-то заработало, ура, это не заработало, я с практики могу сказать, студенты даже пассивная очень быстро к этому зацепляется потому что когда они начинают здесь видит красные цифры это очень чувствительный момент то есть когда видишь что тебя все ведет вниз ну как-то обидно как-то не хочется как-то хочется это поднять а здесь очень просто то есть эти упрощенная систему ты идешь работаешь а а а а ну то есть создаешь дополнительную ценность вопрос каким образом а чтобы это создать больше нужно планировать делать отрабатывать оптимизировать то есть то что мы делаем про реальной работе дальше например здесь мы видим как этот интерфейс компании которые есть у студентов Людмей три офиса в каждый в трех странах у него магазинчик магазинчики разные продукты которые продают то есть здесь у нас 150 разных товаров которые можно использовать то есть продавать то есть там рыба самых разных то то есть новым ну гори про там если хорошо помню про про 10 разных категорий у нас реально есть две симуляции есть энергетina есть классическая это классическая интенсивная у нас там всего поменьше но там пересчет идет каждый час то есть для того чтобы это все было очень быстро мы там конечно всего в сильно убрать вот то есть уменьшили и для того чтобы это было интенсивно ну про это мы расскажем чуть позже потому что это я уже видел там вопрос пощупать по трогой всем и всем интересно пощупать вот если мы идем дальше есть у нас эта информация разных про магазин то есть мы можем видеть магазин магазины у нас это реально классический маркетинг пиз то есть продукт цена place price promotion product то есть все эти вещи можно выбирать самому делать оптимизировать получать результаты здесь мы видим что есть место район города величина сколько мы платим сколько людей у нас работают то есть количество сотрудников какая у них квалификация на квалификацию влияем либо тренингом либо зарплатой можно видеть известность реклама ну то есть куча всего что можно с этим работать дальше как это конечно же есть финансовый отчет может и это только одна одна из форм это уже отчетность конкретного бизнес юнита это конкретного магазина мы увидим смотреть что изменилось когда мы что-то сделаем иначе лучше хуже это хорошо или плохо да то есть мы видим с чего мы продаем больше чего мы продаем меньше здесь да то есть в этом продаже по категории то есть тут информации каждый игрок получает очень много именно для того чтобы мог делать анализ и конечно же вот например здесь это торговый зал это торговый зал как его видеть учитель здесь можно и даже из позиции учителя увидеть какие продукты продает ученик можно видеть объем продаж например видно что тут можно объем покупок то есть что есть на складе какое количество если бренд какая цена закупки какая цена продажи доля рынка и с рядышком тут видно средняя по городу из опять же можно сразу видеть где студент делает ошибку может у него цена ниже ниже того что он заплатил покупая вот твоя ошибка значит уже ну вот здесь мы очень скажем так здесь очень много разной информации которым можно делать анализ и например данные тут опять же вот еще снабжение здесь сразу можно увидеть у кого что покупается и самым самым студент может смотреть что он может покупать какое качество если это подостаточно у этого провайдера ты этого товара либо нет дальше когда мы идем тоже вот мы сейчас пересекнуть там было скажем так здесь мы видели интерфейс одного бизнес-юнита конкретно магазина а здесь мы уже видим переходим к анализу рынка и здесь можно например увидеть рынок джинсов да то есть мы видели что там у игрока есть так секундочку стоимость она партия тут у него большое неплохое количество то есть он занимает неплохую долю в рынке а конкретно здесь видно что он занимает 22 14 процентов рынка ну то есть это небольшой это франция это северная франция теряемся не самый большой город и на данный момент что мы видим что объем рынка не очень больших за неделю продается 2000 с чем-то джинсов единственный игрок и но именно он здесь есть местные поставщики то есть они продают самые низкие качества за самую низкую цену и он понемножку них отвоевают рынок продает высокое качество сам цену выше и вот здесь тоже можно увидеть информацию про этого игрока эту же информацию видят и другие игроки и здесь можно смотреть какую ценную комбинацию цены и качества продукта выбрал их конкурент где у них магазин и к какой его величина и сколько он продает да ну да мы не видим здесь кого сколько у него рабочих сколько на рекламу тратить и так далее ну всю информацию не заберешь но уже это можно сделать и выбирать какой сегмент можно выбрать куда лучше идти куда не идти и где эта конкуренция уже она стоит значит уже можно уже есть данные которые можно с которым можно работать и потом из этого вывлекать какие-то выводы и результате ввести свой виртуальный бизнес куда нужно либо нет вот и здесь например у нас видно sbs classic вот вижна эта категория товаров которые можно выбирать каждый продукт имеет свой отчет и для каждого из города из 333 больше 3 300 городов у нас так что на каждый город можно найти и порт сгенерить и посмотреть на данный момент у нас тут плащи и здесь опыта общий скажем так рынок мировой здесь очень большое количество но здесь сразу же видно кто из продавщиков продают больше какая разница в каждых странах есть разное там качество цена то есть есть способности сколько они могут покупать тогда здесь здесь есть разных возможностей очень много и здесь можно искать рынков куда идти и куда что сделать там а там очень много людей нет не хорошо отдайте можно там больше людей живет то можно это рынок брать можно дойти туда но там там мало конкурентов но там у них очень мало денег как-то не самый лучший вариант может тогда куда-то в середине либо маленькие открыть небольшую сеть маленьких магазинах идея посмотрим это работает или нет то есть но для этого нужен план для этого нужны план действий план анализ то есть финансовая какого-то планирование планирование присмотр рынка возможности даже что-то планировать что-то производить может понимать качество тогда начинается r&d то есть понимаем качество ищем ищем поставщиков ну то есть начинается полный стандартный пакет процессов которые мы реально видим бизнесе то есть ну от до и например здесь вот тут я ну то есть как мы говорили что здесь вот куча это даже не все это только часть продуктов которые у нас есть то есть исходные продукты да здесь материалы то есть алмаз это металл тоже нефть то что мы используем как запчасти либо части тут тоже еда и даже если там эти вниз это каждый продукт есть своя информация откуда достается для чего используется если вы можно использовать как как ритейл опять же будет ссылка на то что какой бизнес юнит может это использовать и вот например здесь у нас начинается куча то есть этот список именно разных бизнес юнитов если нажать на бизнес юнит можно увидеть даже специализацию потому что разные бизнес юниты либо скажем так производщики них у них можно реально скажем так менять специализацию и тогда производить другой продукт то есть это опять же есть такая возможность вот опять же это было микро сейчас мы идем на макро есть 35 стран на каждого города если мы посмотрим мы увидим что есть районы есть регионы и на каждом городе есть количество людей их средняя зарплата и скажем так средний уровень и уровень образования то есть и фактически тогда можно поэтому смотреть как а какую квалификацию можно нанимать в том районе либо в городе и б как быстро они будут адаптировать качество высокой ну то есть продукты писала какого качества потому что если у них низкое образование а им их и не нужно а если когда у них высоко образование значит они очень быстро привыкну к высшему как бы продуктам высшего качества услугам но услуги нас тоже есть так что здесь и если мы например вы откроете 10 фабриков либо разных бизнес юнитов в одном городе и вы начнете их тренировать и вы начнете и еще и поднимать зарплаты вы будете влиять на среднюю зарплату в этом городе то есть мы говорим уже о вашем как игроке то есть в нашем влиянии для конкретную экономическую ситуацию в одном либо другом городе если вы будете сбивать цену то есть у вас есть скажем так некая показатель который минимум который должен быть по технологическим причинам а есть средний и вывод этой средней часто она меняется то есть это динамичная часть нету это не это никак не это константа которая она динамично на меняется это здесь возможность с этим работать здесь так вопрос был следующий каким образом у нас был вопрос тоже про гимнификацию то есть гимнификация это процесс которым мы либо скажем так мы используем игровые методики либо механики для того чтобы сам процесс был проще да то есть ну здесь здесь даст информация у нас важный момент понять что когда это веселее это прикольнее это легче пример при перетянуть к себе ученика рабочего там еще есть и такой важный факт что есть возможность показать человеку как легко можно управлять изменениями change management или бы управление изменениями это очень больной вопрос это очень чувствительный вопрос и гимнификация показывает людям как это можно изменить она создает некий важный момент где где люди по ним понимают каким образом это можно контролировать у нас симуляции что у нас есть возможности менять либо настраивать вообще-то стартовый шаблон то есть вы получаете магазин вы помните не получаете ничего только стартовый капитал вы получаете вертикально интегрированную структуру бизнеса то есть все то есть здесь то что у нас можно сделать то что мы здесь отрабатываем дальше мы идем глобальным настройкам то есть какие бизнес-юниты можно открывать то есть это производство продажи по сервисы например ферма агрокультура то есть вот здесь либо либо фокус только например на магазин например только розницы и дальше мы можем тоже настраивать взаимодействие участников закрытую группу открытая группа хотя всегда говорю берем открытую группу это гораздо интереснее и для это нужно для всех и самый скажем так четвертая часть если нам нужно то есть настройка торгового товаров и поставщиков то есть если нам нужно мы можем настраивать поставщиков у которых студенты могут покупать конкретные товары по конкретным ценам и здесь мы можем создавать конкретным более хорошую либо более негативную ситуацию для игроков либо студентов либо создавать проблем и тогда не должно из этих проблем как то выходить а вот здесь мы им самим выбирать как это делать то есть здесь здесь мы уже говорим про возможность работы думать на то есть или индивидуально группа группового формата индивидуально на там им выбирать но им нужно с этим работать именно эту проблему нужно решать а наше дело эту проблему создать и вот тогда смотрим что будет здесь здесь скажем так это интересно это интересная часть моей работы так и здесь ну да уже юрий об этом говорил у нас есть английский русский испанский португальцы на другом это это браузер без селущен мы говорим про это всего что вам нужно это броузер ну то есть тыкалка в интернете да то есть да либо это либо chrome либо firefox либо это на на макосе это там сафари если хочу помнить то есть вы берете именно для того чтобы скакать в интернете берете интернет и все то есть все что вам нужно выбирайте язык сама система на онлайн 24 часа в сутки она сидит и и бежит и бежит и бежит и бежит мы никогда не оставляем пересчет почему очень простое решение мы не контролируем время вот этого контроля у нас нет все что нам нужно тогда делать это понять и конечно спланировать свои действия но теперь перейдем к вопросам скажите сколько у вас пользователи получим а у нас как всегда на сегодня насчитывается правильно их спланировать и все сделать так чтобы сам бизнес мог идти и то здесь ну как бы автоматически уже легенды жаль из сверхмиллиона на то что чтобы это и все а теперь давайте ответим на вопросы которые я тоже задавал себе и задавал меню докажите что у вас там что получается докажите валидность математическую сходимость и кто знает что такое моделирование знает слово валидность ну опять же математически может считается правильно но к реальности никакого отношения не имеет и вот любовь Вениаминовна уже поняла что цели замечательные а вот как эти средства работают это перекликается с вопросом Виктора Борисовича инструментарий где он писал там на столь какой математике я тоже разговаривал с Меньшиковым это наш соотечественник и хорошо его поставить в реальность у него точно уже более-менее понятие как он оказывается ну и турниры Олимпиады много лет сам был трейдером организатором торговли биржевой я тоже бывший брокер на рынке он из практики вот это все выкачал создал игру виртуальной виртономикой на часовом пересчете там сложная математика не знаю можно ли ее изложить за 2-3 минуты попробуйте какая-то математическая зависит вот и наверное мне кажется я уже более-менее принципиально все вопросы как бы покрыл скажите если нет да ну да здесь микрофон Юрий да коллеги вот я действительно налоговые ставки уровень безработицы по разным городам и странам средние зарплаты стоимость продукции я смотрел они очень близки к реальности даже вот мой родной город Сочи я посмотрел он тоже есть там много российских городов есть в системе но не только российских Украина и другие города мира есть они действительно люди подошли очень близко к реальности хотя это делать наверное строго и не обязательно это условные данные по игре и ты их принимаешь а вот как дальше математика работает обсчитывает эти исходные данные Медвитос ну формула я может так и не скажу слегка но тогда просто нанес просто такое что вот 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 я да вот там ой там там реально скажем так там понимаете там нюанс такой что сама сама математики экономики этот большая модель то есть она опять же она она живет на виртуальной экономике она реально прочитана то есть мы стараемся использовать реальные цифры из из реального мира то есть заплаты там продукты то есть но для спроса форму я может так и не скажу слегка так запросто нюанс просто такой что ну скажем так есть некая так что скажем так есть здесь раз наличии потому что есть этапа игра да это именно для того чтобы играть а sinformer это уже как бы отдельная вещь для того чтобы обучаться то есть они и них есть способа сама система на такая же математика математика очень простая то есть она стена просчитана именно на динамику которые происходят от людей то То есть, если так грубо говорить, от людских решений. То есть сама система изначально сделана, а, как конструктор, чтобы было можно постраивать не только самому строить свой бизнес, как хочешь, но и заранее сделать какую-то структуру для того, чтобы подать студентам, чтобы они попали в ту секонкретную ситуацию, и тогда уже как-то из этого крутились. Это раз. Б, сама система изначально просчитана на виртуальную экономику, а термин виртуальная экономика, она получается как-то, когда есть реальные люди, торгуют виртуальными товарами. Товар у них есть, а вот решения, они натуральные, они реальные. И здесь получается натуральная реальная динамика. То есть сам феномен это так называемых ММОГов, либо Massive Multiplayer Online Games, это игра, ну, то есть World of Warcraft, там, то есть, да, вот оттуда появляется. И этот феномен, это было интересно, потому что у нас реально есть смесь классической бизнес-симуляцией, и именно вот multi-user, вот именно этого пространства, скажем так. Потому что, потому у нас система, она онлайн, она всегда онлайн, ее можно дойти как хочешь, откуда хочешь. То есть тебе нужно только броусер интернет. И тогда у нас получается очень много разных данных, разных решений, и тогда система просчитывает. Кто ближе, скажем так, ну, если, например, взять розницу, математика проста. То есть есть конкретные группы, слои, ну, как сказать так, жителей города. И если вы правильно все просчитали, вы становитесь ближе к этому покупателю, и у вас больше шанс, что покупатель у вас купит. То есть всегда можно продать Феррари. Вопрос только, как правильно расставить, как правильно расставить все, то есть все маркетинг-пис, для того, чтобы создать магазин, чтобы покупатель, который хочет Феррари, пошел к вам. Ну, вот так. И, конечно же, чем страна богаче, тем люди, которые могут покупать либо Феррари, либо конкретный продукт, их больше. Но, опять же, важный момент в том, что не все... Скажем так, сама динамика спроса, она меняется. Минвидос, я бы хотел дополнить. Здесь вот очень знакомые вопросы от Елены Васильевны и еще других коллег. То есть и сама динамика, сам спрос, он меняется. То есть имитатора конкурента, здесь нет методов оптимизации. Я, игрок, принимающий решение, выбираю, учитывая исходную информацию, принимаю решение, и я отвечаю за оптимальный результат. Я, не машина меня ведет куда-то, не какие-то там теории множеств. На основе законов спроса и предложения, умножения цены на количество, с учетом качества, с учетом таких же решений других же игроков, модель пересчитывает эту таблицу моих рейтингов. То есть никто за меня здесь думать, оптимизировать ничего не будет. Только я принимаю решение, как студент или как группа. Вот это заложено в модель. Вот это мне очень понравилось. Что никто мне не скажет, куда надо идти. Пока я сам не научусь, не послушаю, не почитаю, не посмотрю аналитики. Правильно я говорю, Минвитис? Я правильно чувствую математику? Потому что в этом симуляторе мы отрабатываем. Здесь мы... Я знаю, что такое... Делать анализ, делать... Я знаю, вот есть такие системы... Что-то делать, как-то выводить бизнес либо из проблемы, либо его расширять. Ну, то есть здесь, вот именно здесь... Здесь сама цель дать свободу решения, которые более-менее есть в реальном мире. Но чтобы тебе повезло, ты должен заняться анализом данных. Тогда выбирать что-то, планировать. Это вводить в действие. После пересчета, скажем так, ты видишь, как это меняется. Ты должен менять. То есть это классический цикл принятия решения. Да, стратегическое менеджмент. Это классика. То есть это здесь есть. Пересчет, изменения. Мы либо остаемся при самом старом плане, либо мы меняем план, что-то изменяем. Сможем... Ну, и тогда смотрим, что изменилось, как это изменилось. И туда, либо нет. Так, я надеюсь, я на вопрос более-менее ответил. Да, 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 да. Я думаю, вот этот момент, этот момент нужно пережить хотя бы раз, попробовать, пусть даже бесплатно, ощутить вот этот азарт. Я его пережил. Я тоже вначале искал некую теорию оптимального управления, генетические эволюционные алгоритмы, нейросети и прочее. Но когда я стал играть и вижу, что она действительно, эта модель дышит и реагирует адекватно, по законам микро-макроэкономики, спроса предложения, по финансовым нашим классическим формулам финансового анализа, я понял, что это действительно работает. Но я хочу ответить на вопрос, попросить Минвидаса, вопрос Георгия Ковалева. Я тоже этот вопрос ухватил. Можно ли химформер сделать так, чтобы сконструировать свою игру со своими показателями? Вот он спрашивает, вы используете продукт SIS, как есть? Это так, там есть готовые типовые игры, хотя в них тоже можно настраиваться. Он спрашивает, можно ли адаптировать к конкретным потребностям пользователя? Контроль ввода решения. То есть вы решаете, когда что вводить, что выбирать, что менять. Здесь нелинейная, то есть общая, опять же, здесь можно как работать и на решениях, здесь можно работать и на оптимизации, ну то есть приоритетизации и оптимизации выбора процессов, можно работать на, то есть здесь разные возможности этой системы, потому что у нас есть, разрабатываем и курс по риск менеджменту, то есть, опять же, project management, потому что можно выбирать, какие решения применимать, какие нет, что важно, что нет, что можно ставить, так как бы так более-менее работает, а что нужно критично менять. То есть идентификация, опять же, здесь и здесь разный момент. То есть здесь можно создавать как большие модели, так и маленькие. И здесь вот именно эта часть, то есть сама платформа, она имеет очень обширный, скажем так, обширное количество разных изменений, и с использованием. То есть тут можно, то есть как это, large variety of possible uses. Извините. Да, то есть, да, использовать можно, побоему. по-настоящему. Спасибо. 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 Если, Георгий, еще вопросы, буду рад вас услышать. Вы всегда спрашиваете. Любовь Ганья Миновна спрашивает, в чем уникальность. Коллеги, я не нашел аналога. Я искал, я тоже никогда ничего не верю просто так. Так, искал в России, в Тольятти есть симулятор, он не так работает. Тоже хороший. Мы продвигаем в Тольятти. Это финансовый симулятор. Вы дополните медвежус, есть у вас конкуренты аналоги. И тогда под этим шаблоном начинается как раз. Изначально можно тогда лимитировать возможность студента выбирать, какие бизнес-юниты открывать. То есть это можно сужить, это можно развить. Вопрос более, какова цель этого обучения. И опять же, взаимодействие мы часто оставляем просто так, чтобы они все могли работать. И уже финальная часть, это именно вот здесь, когда мы говорим про настройки товаров и поставщиков. То есть мы здесь сразу же думаем, что им дать. То есть дать им изначально только сырье, например, производство мотоциклов. Мы даем только сырье изначально и тогда даем количество разных фабриков, чтобы можно было бы создавать запчасти и тогда уже собрать мотоцикл. А остальных, например, запчастей на рынке нет. Что делать? Нужно их производить самому. Таким образом, у нас есть разные шаблоны, которые мы реально создаем сами на данный момент. То есть для кого нужно, как по спросу. Так что у нас тут есть. Есть некие, конечно, лимиты. Но да, то есть формируем. То есть формируем. Ммм. Ммм. Сколько я искал именно решений, которые бы не стояли именно на виртуальной экономике? Нет. То есть я могу назвать Evo Online, World of Warcraft, да, то есть там, это реально те, которые стоят на виртуальной экономике, то есть Evo Online, вообще-то очень, это симулятор Space Shooter, да, то есть там, строишь корабли, там, торгуешь, там, да, очень сильно развита экономическая база, но, до того, чтобы начать что-то там, производить, что-то продавать, нужно, опять же, быть фаном этой части, ну, ну, не все же студенты фантасты. Во-вторых, у нас очень ясный фокус и приближенность к конкретным производствам реальных продуктов, реальных рынков, то есть, ну, то, что принципиально можно находить у нас, то есть, на наших технологиях, не лазеров, там, Space Shuttle, либо чего-то, то есть, нет, мы говорим про вещи, которые можно произвести здесь, можно купить, продать. То есть, это, ну, можно, извините за волгарность, но, ну, ну, то, что есть, то есть, то есть, то есть, используем это. И, фактически, есть разные симуляторы, которые они производятся, то есть, ну, там, как Апсинк, Апстонк, там, но, опять же, они стоят на алгоритме. Алгоритм поломал, все, и тогда это все теряется. Спасибо. Инвидас, Виктор Борисович Артеменко задает самый острый вопрос. Оценивалась ли Ваша система работодателями на предмет адекватности результатов имитации? Ну, я не знаю, как ее оценить работодатели в ритейле или в производстве, или в промышленности. Оценивали Вашу модель. Как вот Вы ответите? Там, ну, то есть, куча компаний, куча ошибок, которые они могут сделать. И, то есть, из-за многое зрения было очень трудно предсказать, потому что это были специалисты по ритейлу. То есть, они реально работают с ритейлом, и клиент был холсейлер. И там, то есть, на самый конец, это было видно, как они быстро поймали саму суть и начали реагировать. И, то есть, изначально, там, ну, как бы начало развития рынка, там так, осторожно, 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 а на самый конец, там уже пошла продукция самого высшего качества. То есть, рынок начал меняться. То есть, спрос конкретной продукции начал меняться. То есть, там уже было трудно сказать, потому что изначально одни выигрывали, потом они упали, а другие выиграли. Потому что они, и даже те, которые вышли, решили продавать самым высшего качества продукцию при прибыльной, по хорошей цене, опять же, не были выигрыша, потому что они поменяли рынок. То есть, они начали менять спрос, динамику спроса. И здесь, то есть, ну, опять же, сегментация. Тут очень трудно сразу так сказать, что будет, потому что никогда не знаем, что сделает другой врок. И даже 8 команд, там, ну, мы их закрыли в небольшом городе, тогда гораздо интереснее и активнее все получается. Но, да, тогда, как называем, там уже битва была. Тогда уже просто вопрос цели, чего мы хотим. То есть, обучить, создать конкретный пакет навыков, передать навыки, либо как раз сделать асессмент, посмотреть, что они хотят, что они смогут делать. Что, 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 что получится. То есть, ну, какая цель обучения, скажем так, или ВВН. Опять же, форматов у нас, цель обучения, она сводит на конкретный формат. Спасибо. 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 Я так скажу. Мы помогли выбрать, там у нас были игроки, были original managers, то есть, они были оригинальные менеджеры, либо по ритейлу, либо по B2B клиентам, да, то есть, по корпоративным клиентам. И в одной из этих групп мы проводили асессмент, именно кто из группы, у кого самые лучшие показатели, именно, то есть, будут самые лучшие показатели, кто по покупке, ну, себя выявит как самый лучший. И реально, я могу так сказать, что человек, которого мы брали, мы, наша команда, совпала тем, кого выбрали работодатель, то есть, сам банк. И здесь, одна эта часть у нас совпала, то есть, компетенции совпали. Так что, на данный момент у нас уже, сколько я знаю, у нас, мне кажется, еще один проект, который уже реально подходит из того же самого банка, именно для дальнейшей работы. Так что, здесь, я бы сказал, это уже, само собой, уже хорошо говорит о том, что даты совпадают. Могу сказать, что у нас есть план именно на автоматическую, более-менее автоматическую систему асессмента, конкретных навыков, которые можно увидеть, либо замерить по тому, как игрок себя ведет в конкретном пространстве. То есть, он быстро реагирует на изменения в рынке или нет. Как он формирует, ну, саму, скажем, ценовую политику. То есть, как он выстраивает, он детален. Как быстро он реагирует на изменения в рынке вообще. То есть, например, изменения поставщика. То есть, ну, вот это, все эти вещи, потому что система генерит очень большое количество данных, их можно отвести. Но сейчас мы уже говорим о том, что... Классно, спасибо. Будем делать систему, как даты. А еще вопросы не мне дать. Мой друг Игорь Владимирович из Нижнего Новгорода. Вообще-то, у нас спрос большой. Кстати, спасибо, Игорь, за то, что колонки научно советовал надеть. Есть возможность выбрать набор опций из типа курс по риск-менеджменту. Это я отвечу, а Минвидос подтвердит. Да, и мировая экономика, и риск-менеджмент, и управление персоналом. Вот разные виды практик, я считал, ну, около 30-40, там можно взять. Не теорию, а именно практическую часть. То есть, выбираешь. Надо тебе по риск-менеджменту поддаешь набор заданий. Мочливая свинья очень глубоко. Отрасль приборостроения, по-моему, нету, да, Минвидос? Ну вот, здесь есть у вас отрасльный сегмент приборостроения. Хорошо работают, а не делают. Комни-автомобили есть у вас, мотоциклы, там. Здесь, поскольку, я видел здесь комментарий, что да, нужна приближенность к снаружи миру, мы стараемся воссоздать не цены, не изменение цен, а самыми правила, как экономика работает, как действует, как работают все эти процессы, и уже там изменение цен, это не самый главный вопрос. То есть, опять же, посмотрим на цены нефти. Если 10 лет назад кто-нибудь сказал бы, что нефть будет стоить 100 долларов за баррель, ну, наверное, кто-нибудь все засмеяли. 5 лет сказал бы кто-нибудь, что нефть будет опять... И плюс страна США, знаю точно, Игорь, там есть, и не только США, там и Европа, и Россия наша. И что интересно, вот ты можешь сделать холдинг, американо-русско-индийский, там, любое сочетание, и ты им управляешь. Самый главный момент, чтобы люди, чтобы эти низкие компетенцию, мы уже видим, как они работают с этим бизнесом. Таможенные и налоговые ставки формируются цена, или нет? То есть, они понимают, как оптимизировать процесс, то есть, можно создать компанию, отдать игрокам. У нас есть такая, есть такая игра, то есть, корпоративный стресс. И видно, он сумеет вытащить компанию из кризиса, или нет? А там тогда увидим. Продолжение следует... Еще раз. Ну как? Да, есть. Есть и машиностроение для того, что используется. Ну то так, есть машины, скажем так, машины для лаборатории. Где, скажем так, работаем с технологиями. Есть машиностроительские заводы, где мы делаем машины, которые используют другие заводы. То есть, эта система... Есть машины, которые мы делаем компьютеры для офисов. Ну, либо продажи. То есть, в офисах, опять же, нужны компьютеры. То есть, эта вещь, она между собой крутится. Да, это связано. То есть, машиностроение у нас тоже есть. Так что, да, эта часть есть. Да. Тут, я добавлю тут, что важный момент есть, что у нас есть и custom taxes. Как это по-русски? Да. Да. То есть, и в разных странах они стоят разные продукты. И тут вопрос. И есть разные налоги прибыли. Оказывается, неправильно посмотрел... Это не Белянин, а Беляев, Игорь Владимирович. У вас производство в стране, где зарплата низкая и... Тоже мой френд, но я... Вы везете продукцию в страну, где там все, скажем так, где... Очень классный вопрос. Там, где налог прибыли низкий, там, где, конечно же, зарплата низкая. Ну, какие еще вопросы мы... А, где вы продаете... Как оплачивается доступ к сервису? Там налог-таможенный... У нас есть специальный раздел в конце, там мы сейчас пока... Хотели в другой раз рассказать. По головам, курсам, времени доступа. Коллеги, тут есть две модели. Я их не сразу сам понял. Бит-у-Бит и Бит-у-Си. Бит-у-Си в Business to Clients продажа одного доступа одному человеку. Вот студент хочет практиковаться. За большую цену сразу же, он покупает, у нас уже, кстати, это готов в Дирек Медиа, оплачивает и работает сам. А, и никто ему больше не нужен. И есть B2B для бизнеса, для университета или для компании. Там есть специальные тарифы. Но вот это тоже есть. Это макринфические нюансы. То есть, здесь оптимизация бизнеса, здесь уже сложности игры. Вот количество участников зависит цена. Но мы хотели бы, наверное, предложить в начале, как выстраивать компанию, как мы уже говорили о бизнес-марулинг, предложить подумать, выбрать отрасль, чтобы уже заранее иметь участие в игре, коллеги. Вот, чтобы провести людей-экономистов или даже обширь всех желающих, можно даже школьников туда. Это же профориентация. Везение, невезение, ассоциации. Вот такой международный онлайн-чемпионат. Может быть, не вернусь, что это просто всех желающих по экономике. Здесь мы реально уже скушем, через проекцию стратегического менеджмента, стратегического менеджмента. Потому что, есть разный вопрос. Надо сначала посмотреть, что это такое, понюхать, потом рассказать. То есть, опять же, разные партическиеublik, разные цели и разные вопроски, которые нужно решать. И здесь опять же в симуляции. Да, есть и бесплатный тестовый. У нас уже один продукт готов. Chief Informational Officer или главный руководитель компании. Уже игра готова на русском языке. Стоит, по-моему, 3100 с чем-то рублей. Наша компания уже как партнер официальный симформера готова дать. Там система оплаты очень простая. Это на одного человека. Он может спокойно быть руководителем компании. Все на русском языке. Он сам выбирает. У него есть бюджет. Он сам выбирает политику, стратегию и работает, и научается. А для вузов там другие цены. Спасибо, Любовь Вениаминовна. Будем мы играть или как, коллеги? Хотите поиграть бесплатно в таком вот, мы наметим через 2-3 недели и проведем. вопрос. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Ну, виртуальные деньги, 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 деньги просто. Для школ, пожалуйста, пропориентация. Есть ли склонности у ребенка к экономике? Есть ли у него хватка и вот эта экономическая агрессия? Для HR-овцев уже говорил Бенвидас. Для вузов, потому что мы планируем проводить не вузов. Будет легче ознакомиться со всем функционалом, а там, наверное, через еще пару недель можем провести промышленность. Продолжение следует. Проект менеджмент, риск менеджмент, чейндж менеджмент, что там еще? Да, сейлс. Анализ. Интересно пишет и Владимир Ильич мнение. Здесь очень много разных данных, с которыми нужно работать. Они будут против онлайн-сервисов. Тут обширная вещь. Дальше для компаний. То есть, очень много тренингов, бизнес-игры. Как для корпоративных университетов, это, опять же, очень интересный момент, потому что, особенно для международных, если, ну, имея в виду, что Россия большая, есть раскидывание по разным людям, по разным городам, очень много стоит реально их собрать в одно место. Давайте не забирать, давайте это делать онлайн. То есть, очень хорошо работает, потому что они работают. И, как, например, мы, либо по скайпу они могут между собой говорить, принимать решения, вводить данные, определять разные позиции, роли и так руководить компанией. И тогда смотрим, что получается, кто лучше, кто нет, кто делает ошибки, а кто нет. Да, и не только это, и для вузов. Сейчас мы, вообще-то, даже работаем с фондами именно на поддержку стартапов, потому что на данный момент я вижу очень большое, ну, то есть, реально процент стартапов, которые горят, очень большой везде. То есть, это глобальный вопрос. Спасибо, коллеги. Ну, вот я слушал ответ, и сначала был согласен с Игорем Владимировичем. На которую работу это именно стартапов. А в конце убедился, ну, что, ну, провел бизнес-тренер в оффлайне игру, там, обучил, каким-то расчетам новым, какой-то трюк применил, какой-то там ход обучил. Вот они поговорили, и все. Поговорили. Ну, да, поиграли, может быть, там, какие-то мозговые штурмы, какие-то стратегии отработали. Это все небольшая часть практики, согласитесь, тут-то гораздо больше аналитий, тут мозги выворачиваются гораздо глубже, мне так кажется. Спасибо, коллеги. Хорошо, что вы не соглашаетесь. Вот мне понравилось, Игорь Владимирович, ну, да, может быть, может быть, и вы правы. Не хотел бы не согласиться. Потому что, ну, давайте проведем, Игорь Владимирович, оффлайн-тренинг по управлению компанией. И там уже речь идет о таких, которые есть в свой комплекс, бизнес-планах, сидеть вручную их анализировать, считать финансовые показатели. Но они в процессе можем выбирать ценовых партнеров, поставщиков, ценовые конкретные контенты. Мы понемножку распространены в курсе, с самого начала были. Тут масштаб такой широкий при управлении бизнесом, что за оффлайн это очень сложно. Очень нравится. И его там очень сильно трудно. Не надо сидеть писать в курсовую с интернета, сдирать в деклопы. Тут надо уже практически выбирать. Спасибо всем, дорогие коллеги. Наш вебинар подходит во времени концу. Который сами себя генерирует. Нанятые бизнес-тренеры консалтинга. Какие-то деньги уже сами себе. Потому что если с украшенными, дай бог, если они все сами пишут. Таким образом, любой кто создает свой курс, либо на УДМ, либо на УДМ, либо на УДМ. Попускают такие тренеры, может быть, вы должны брать точку. И это контактировать саму симуляцию с контентом, который у него уже есть. Пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо. 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 Я на занятии. Перезвоню. Перезвоню. Спасибо. 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 Игорь Владимирович. Игорь Владимирович нас немножко увел в сторону. Вот здесь не согласен. Бизнес-консультант. Он действительно вмикает, изучает по тому, что что-то может выполнять и проверять. А мы говорим про тренинги. И бизнес-игры. Ну и так далее. Консультант у него другая, другая. Здесь нет. Тогда это меняет. Потому что это изменение оно здесь. Оно здесь у людей, которые принимают решения. Если мы работаем с людьми, которые принимают решения, это влияет на их действия. И тогда, когда, ну скажем, те самые преподаватели, ну не преподаватели, а тем, топ-менеджмент видит, как работает одна команда с конкретной техникой командной работы. И это у них работает. И компания виртуальная, которой они занимаются, она поднимается вверх. А другая компания, которая работает по старой модели, это идет вниз. Оптимизация бизнеса – это очень и очень большие деньги. То есть за это платят фирмы очень большие деньги. И learning and development – это тоже, ну, это популярная тоже специальность, на которой люди больше и больше компаний тратят очень много денег. И это уже немножко отходит от HR. Потому что HR – это HR, а learning and development – это чуть-чуть другой профиль. И здесь изменения… Вот, Игорь Владимирович, вот здесь, кстати, все можно. И в офлайне игры тоже можно проводить. Но это будет стоить гораздо дороже, чем понять его. Потому что это просто циолия сухая, циолия. Это сухая часть. Она не подает никакой… Коллеги, мы всех благодарим и вынуждены прощаться. Если есть вопросы, еще, пожалуйста, задавайте. Если кому нужны сертификанты, пожалуйста, пишите на мою вот что юрий либо 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 собаку нишу . здесь из разного нюанса последняя завершающая прощально это приветствие нашему гостю пожалуйста меняется когда мы меняем людей мы меняем что-то в самой организации так что вопрос скажем так величины величины и цели тренинга кстати я там где-то обещал самому активному участнику подарить бесплатный доступ к онлайн игре chief informational officer или руководитель компании симуляции я хочу дать решение кому это приз вручим нашему гостю если консультата же кого-то а мы вручим этот бесплатный доступ у нас симулятор с консультанты на руках за русском можно на английском работали с компанией уже долгое время скажем так международными у которых и если есть спрос и если компания ищет процесс гемификации я вас я вас поздравляю в результате хорошо используется именно интенсивная работа вы завоевали этот пресс получили то что давайте потом скажешь а вот по этой почте юрий либо и показать оплошный работ возможно вы с вашими студентами и с вашими сотрудниками получите новые грани в своей работе спасибо всем дорогие друзья компания директ медиа и компания симформе благодарят вас за участие за интереснейший обмен мнениями я думаю что он был гораздо активнее чем у наших зарубежных участников дамин видос я слышал как зарубежники вот российские коллеги такие активные такие вот въедливые так хорошо все расспрашивают возможно у нас и пойдет прорыв в россии именно по онлайн практикам всего доброго всех благ до следующей встречи до свидания